Добро пожаловать на брифинг, с вами Андрей Цветков. Мы расскажем вам о том, что сегодня обсуждают в США. Напоминаем, разговоры во время брифинга только приветствуются. Пожалуйста, делитесь своими мнениями в комментариях. А теперь к новостям. Королеве поп-музыки и самой коммерчески успешной певице в истории исполняется 60 лет. Мадонна вот уже несколько десятилетий – одно из самых ярких имен в мире шоу-бизнеса. Но ведь это только верхушка айсберга. Мадонна – ярый защитник прав женщин и сексуальных меньшинств. Неимоверное количество благотворительных проектов и гуманитарных миссий было реализовано с ее помощью или по ее инициативе. Мне бы хотелось узнать, кем Мадонна является для вас, какая из ее песен нравится вам больше всего. Я, например, люблю песню Мессая, помните? I like the candle here in the dark, making my way to your heart. И так далее. Это не только моя любимая песня, кстати, но и одна из моих самых любимых песен Мадонны. Ваш ответ мы обсудим в конце программы. Сейчас давайте посмотрим сюжет. Мадонна Луиза Чекона под псевдонимом Мадонна, вошедшая в книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная певица в истории, родилась в 1958 году в городе Бэй-Сити, штат Мичиган. Многократный лауреат самой престижной музыкальной премии мира – Греймми, королева поп-музыки, бизнес-вумен. А еще актриса, режиссер и детская писательница. В 2016 году после выхода ее альбома Rebel Heart журнал Billboard Magazine назвал ее «Женщиной года», а ее детская книга «Английские розы» была переведена на 30 языков и продавалась в 100 странах. Я думаю, что многие писатели бессознательно включают в свои произведения что-то из своей жизни. Могу вам сказать, что главная героиня моей книги Бина росла без матери. Ее мама умерла, когда была молодой. Это и есть то самое сходство. Мадонна занимается благотворительностью. В прошлом месяце на своей странице в Facebook она начала сбор средств на строительство сиротского приюта в Малави. Речь шла о сумме в 60 тысяч долларов. На данный момент сумма пожертвований составляет более 205 тысяч долларов. Мать шестерых детей, двое из них – биологические дети – Лурдос Леон и Рока Ричи. Двоих девочек-близняшек, Эстер и Стеллу, Мадонну удочерила еще в 2017 году. Тогда же во втором по величине городе в Малави она открыла детский госпиталь. Еще двое – Дэвид Банда и Мерси Джеймс присоединились к ее семье ранее. Они тоже из Малави. Мадонна – не единственный именинник Августа в своей семье. Ее старшему сыну Рока 11 августа исполнилось 18 лет. Напомним, тема нашего сегодняшнего опроса – как вы относитесь к Мадонне и какая из ее песен ваша самая любимая. Отношения артистки, кстати, и религиозных организаций всегда были противоречивы. Ватикан грозил ей отлучением от церкви, а православные фундаменталисты вообще предлагали запретить ей въезд в Россию после того, как она выискалась в поддержку панк-группы Pussy Riot в интервью Associated Press в 2012 году. И надо сказать, что в большинстве случаев представители духовенства осуждали ее именно за то, что по сути гарантировано каждому из нас, как международными конвенциями, так и основным законам многих стран – право на свободу мысли и слова. А теперь поговорим о том, о чем церковь как раз старательно умалчивает, а в некоторых странах об этом не распространяются даже правоохранительные органы, дабы не оскорбить чувств верующих. Давайте перенесемся в штат Пенсильвания, где с 1940 года более тысячи детей стали жертвами сексуальных преступлений со стороны католических священников. Об этом говорится в докладе, обнародованном Большим жюри присяжных штата по итогам рассмотрения дела. Большой жюри присяжных штата Пенсильвания обнародовал доклад по итогам рассмотрения дела о священниках Римской католической церкви, обвиняемых в совращении малолетних. Присяжные утверждают, что с 1940 года жертвами трех сотен священников-педофилов стали более тысячи детей. В докладе также отмечено, что церковь не принимает необходимых мер против священников, совершавших сексуальные преступления. Расследование проводило в шести епархиях католической церкви в штате Пенсильвания, объединяющих 1 миллион 700 тысяч католиков. 900-страничный доклад включает свидетельства десятков жертв, а также множество страниц внутрицерковных документов. Священники насиловали мальчиков и девочек, и богослужители, ответственные за этих людей, не только ничего не предпринимали, но также скрывали это несколько десятилетий. Однако из тех, кто упомянув в докладе, только двум действующим представителям Римской католической церкви предъявлено обвинение. Остальные либо умерли, либо вышли на пенсию, либо были отстранены от служения. Вирусы, как и люди, понимают, что один в поле не воин. Исследование показало, как вирусы желудка объединяются в кластеры для атаки на кишечник. Исследование, опубликованное в журнале Cell House and Microbe, показало, что вирусы желудка, такие как норовирус или ротовирус, могут быть более заразными, когда они группируются в кластеры, покрытые защитной пленкой. Такие кластеры называются визикулы. Вирусы внутри визикулы быстро размножаются. Мембрана позволяет им пройти незамеченными через иммунную систему. Как только визикула проникает в кишечник, мембрана быстро открывается, и несколько вирусов одновременно заражают одну клетку. Ученые, проводившие исследования на мышах, обнаружили, что животные, зараженные такими кластерами, чувствуют себя хуже, чем те, что заражены одиночными вирусами. Хорошие новости для тех, кто хочет поспать подольше. По данным нового исследования, качественный сон положительно влияет на общение. Многие знают, что качественный сон помогает похудеть, стать более энергичными и улучшить память. Но знали ли вы, что сон может повлиять на качество общения с другими людьми? Новое исследование Калифорнийского университета в Беркли показало, что люди, которые не высыпаются, чувствуют себя более одинокими и неохотно идут на контакт с другими. Эксперты также обнаружили цепную реакцию. Хорошо высыпающиеся люди, которые проводят время с теми, кто спит недостаточно, заражались одиночеством и меньше хотели общаться. Опросы общественного мнения показали, что более половины американцев чувствуют себя одинокими. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли надеются, что эти результаты помогут убедить людей спать и общаться чуть больше. Хороший сон не только поможет нам выглядеть и чувствовать себя лучше, мы станем счастливее и, возможно, заведем больше друзей. В начале программы мы просили вас рассказать, кем для вас является Мадонна и какая из ее песен ваша самая любимая. Давайте прочитаем ответы. Вот Яна написала песню Like a Prayer, очень хорошая, мне тоже нравится. А вот комментарий Олега Попова. Мадонна пьет Иван-чай, Иван-чай, вот что пьет, помогает Мадонне. Я не знаю, что за чай вы пьете, Олег. У нас есть сообщение от наших зрителей из Украины. Если бы я знал украинский язык, я бы его прочитал, но, по-моему, ее поздравляют с днем рождения. А вообще мнения оказались неоднозначными. Спасибо за ваши комментарии. Мы поздравляем Мадонну с днем рождения и на сегодня прощаемся с вами. До скорой встречи на брифинге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова